Кстати, в следующем году коммунальные услуги подорожают еще сильнее. Вырастет стоимость госуслуг, а курильщикам придется экономить на сигаретах. Из-за повышения акцизов средняя цена пачки вырастет на 10%. Больше придется заплатить за регистрацию автомобиля, увеличатся и штрафы. Алена Бензик расскажет, что еще подорожает. С нового года вырастут расходы на государственные услуги. Например, сборы за выдачу заграничного биометрического паспорта увеличат. До 5000 рублей для взрослого и до 2000 рублей за ребенка. Так что в этом году еще можно успеть заплатить на треть меньше. Россиян ждет и повышение тарифов ЖКХ. В Омской области цены на коммунальные услуги вырастут на 4,5%. Успокаивает, что не с начала года, а лишь с июля. Только за кубометр холодной воды придется доплачивать 66 копеек. А за водоотведение еще добавить 81 копейку. Тарифы на электроэнергию увеличат на 12 копеек за киловатт в час. Для мечей, дома которых оборудованы стационарными электроплитами или электротопительными установками, а также для тех, кто живет в области, действует льготный коэффициент. Они доплатят всего 9 копеек. Будут и нововведения. В плату за содержание жилья планируют включить расходы на общедомовые нужды. В результате проживание в Омской девятиэтажке станет дороже на 9%, в пятиэтажке – на 10%. Кроме того, с нового года введут новую строку в квитанциях за обслуживание и замену газового оборудования. Неприятные сюрпризы ждут и автолюбители. Так, за оформление водительского удостоверения пошлина составит 3000 рублей вместо 2000. Регистрация автомобиля будет стоить полторы, была же на 650 рублей дешевле. А стоимость страхового полиса на машину могут привязать к количеству аварий. Для злостных нарушителей правил ОСАГО вырастет сразу в три раза. Нарушителей правил безопасности ждут новые штрафы. Например, за опасное вождение придется выложить около 5000 рублей. Ужесточатся и требования к состоянию машины. Например, если автомобиль не прошел техосмотр, владельцу грозит штраф до 800 рублей. За повторное нарушение 5000 рублей, либо лишение прав на срок до трех месяцев. Так что в следующем году можно смело заявить, автомобиль действительно становится роскошью. Эксперты подсчитали, что стоимость топлива в новом году вырастет от 8 до 12%. Примерно настолько же подорожает проезд в общественном транспорте. Зато организации смогут экономить на транспортном налоге. После трех лет использования машины за нее можно будет не платить. Этот законопроект уже поддержал глава правительства Дмитрий Медведев. По его мнению, так предприятия смогут чаще обновлять автопарк. Ну что ж, в новом году хоть кто-то его сможет обновлять. Продолжение следует...